Добрый день! Сегодня я хочу вам показать и рассказать рецепт приготовления салата, который называется шапка мономаха. Для этого нам понадобится яйцо отварное, перетертое на терке, изюм, майонез, желательно вот в таких пакетиках для салата. Ну, не именно этого производителя, я имею ввиду для заливки, потому что такими майонезами удобнее заливать всего. Морковка по-корейски собственного приготовления, либо купленная в магазине. И вот я купила свеклу отварную, все порезанные на кусочки. А также чернослив, который я без косточки порезала на небольшие кусочки. Итак, берем блюдо, первый слой мы накладываем, это морковку по-корейски. Вот мы положили первый слой, морковку. Теперь мы добавляем яйца следующим слоем. Яйца я заранее на терке перетерла. Яйца я вообще не люблю ножом мелко нарезать. Мне нравится больше на терке тереть. Оно получается одинаковые кусочки равномерные и как-то удобнее и быстрее. По крайней мере, мне так больше нравится. Когда готовите салаты, слои, ну, я не люблю, когда прижат слои, некоторые хозяйки пережимают слои и салат тогда получается более такой сбитый, более это. Мне нравится, когда слои не прижат. Салаты получаются такие более воздушные, более легкие и как-то по вкусу они мне больше нравятся. Почему, даже сказать точно не могу. Так получается такая разница, но почему-то идет так интереснее. Итак, яйца я выложила. Далее я открываю свою свеклу и выкладываю сверху слой свеклы. Итак, хочу уточнить маленькое уточнение. Если вы свеклу покупаете резаную, то желательно покупать резаную, чтобы она была такими вот полосочками. А если вы покупаете готовую отварную свеклу, то, естественно, вы тоже натираете на терке, чтобы она была такими вот продолговатыми, вытянутыми этими полосочками. И теперь я эту свеклу выкладываю полностью верхним слоем по всему блюду на свой замечательный салат. Вот я выложила свеклу. Теперь я беру пакетик с майонезом и аккуратненько тоненькими полосочками заливаю. Вообще, я не сторонник сильно заливать майонезами, потому что у каждого свои предпочтения, особенно когда гости к вам приезжают или друзья. Лучше меньше залить. Салат, во-первых, не будет так сильно портиться. А во-вторых, у каждого, скажем так, потребность в майонезе в объемах тоже идет своя. Поэтому кому надо, я ставлю отдельно дополнительно на столе майонез. Кто хочет больше, кому нравится пожирнее, тот и добавит. Лучше меньше, скажем так, лучше не додать, чем переборщить. Итак, вот я залила майонезом. Теперь я все это украшаю, посыпаю изюмом и черносливом. Распределяю все это. Можно еще добавить, конечно, грецкий орех. Но на данный момент у меня его нет. Тоже очень вкусно получается. Так, вот я свой чернослив. И теперь я этот салатик поставлю в холодильник. Где-то на полчасика, чтобы он пропитался. Скажем так, вкусы приобрели свои нотки, соединились ингредиенты. И вот еще можно присыпать для красоты, для запаха зеленью. Или положить свежие веточки зелени. Вот и все. Наш салатик готов. Делается легко и просто. К шашлыку очень хорошо подойдет. Он такой немножко идет с остринкой, с перчинкой из-за морковки по-корейски. Вот. Вот и все, что я хотела вам рассказать и показать. Подписывайтесь на наш канал. Вы узнаете много чего полезного и интересного для себя.